До других тем. Сельско-господарческие предприятия по выросшиванию Городнины переглядывают структуру поселных площадь и отмазываются от некоторых культур. В приватности у списка нерентабельных трапляют гурки. Об этом нашим корреспондентам поведомили на Мазирской Городниной фабрице. Зато оставка на выросшивание томата у себя полностью оправдала. Под обязанностей в наступном материале. Самые большие урожай Городнины на Мазирской фабрице отримали в 2015 году. 1290 тонн. Все лето кажуть, будет меньше, а не на шмат. Правда, теперь и структура поселных площадь украху іншая. После анализу ситуации на рынку и подлику отриманного прибытку, господарцы вырошили практически полностью отмовиться от гурков. Когда в начале года их выросшивание еще приносит некий доход, то с середины лета только страты. Рынок просто перенасыщенный продукцией. Первые обороты гурца довольно-таки выгодно получаются. Там средняя реализационная цена довольно-таки высокая. По этому году составила по нашему предприятию рубль 20. По второму обороту становится невыгодно, потому что у населения, видно, свой огурец появляется. В рынке получается с личных подсобных хозяйств попадает огурец. И цена очень низко опускается. Поэтому нами было принято решение, чтобы больше уделить внимание томату. По томату урожай такой же, а цена держится заметно выше. Ставка на выросшивание помидоров у теплицах себе полностью оправдала. Навод при значных затратах на теплую энергию предприемство все равно отримливает прибыток. Проблем с реализацией так само нема. От властной гандлевой сетки до приватных и державных крам. А так само у стану адукации. При том, что все помидоры отримливаются экологично чистыми, на белорусских фабриках боротьбу со шкодниками ведутся переважно биологичными методами. По урожайности на сегодняшний день мы от прежних годов не отстаем. Но просто был такой июнь, хорошие сборы, июль чуть меньше, август опять пошли вверх. Очень хорошие получили за август 8 килограмм с квадратного метра. Это для нашей теплицы это много. На Мазырской городной фабрице кажут, что с початком проведения сельскохсподарших кермашов цены на продукцию знизятся. При том, что они и так не вельми высокие. Особливо это тычатся капусты, морквы и цыбули, которые вырушаются в открытом грунте. Кали б кажуть, неуластная гандлевая сетка, гэтыми культурами лепш было бы не займаться. Оптовые покупники селита пропануют такие закупочные цены, что о прибытках размова уже не идти. Если перевести на оптовые цены, то, конечно, цена совсем никуда не годится. Если так на сегодняшний день озвучить, то капуста стоит 25 копеек. В своей рознице мы продаем по 50 копеек. Соответственно, если при такой цене торговать по опту, то мы выручки достойные не получим. Но, естественно, оно не окупится. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район.